Трое палестинцев, студенты американского колледжа, вышли на улицу подышать воздухом. К ним подошёл неизвестный мужчина и начал пальбу из пистолета. Это случилось в Берлингтоне, штат Вермонт. Полиция и ФБР ведут расследование. Они считают это преступлением на почве ненависти. Ведь палестинцы разговаривали на арабском и носили традиционно чёрно-белую куфию. На следующий день при обходе соседей в поисках свидетелей был задержан американец Джейсон Итан. Он очень нервничал. Его буквально трясло. Он поднял руки и сказал, что ждал нас. И потребовал адвоката. В доме Итана был найден пистолет. Родственники студентов, которые выжили и находятся в тяжёлом состоянии, считают, что они стали мишенью. Причём из-за своей национальности. Они опасаются за других людей. Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность ростом нападений на арабов и мусульман в Америке. Напомним, ранее шестилетнего воде Альфа Юми жестоко убили в пригороде Чикаго. Преступление было совершено на почве ненависти в октябре. Мама мальчика Ханан спокойно открыла дверь мужчине, ведь они снимали у него квартиру. 71-летний домовладелец Джозеф Чуба нанёс более 20 ударов ножом мальчику и несколько раз ударил Ханан. Убийца был сразу задержан. По словам прокуроров, Джозеф Чуба слушал репортажи о конфликте на Ближнем Востоке, после чего захотел, чтобы его палестинские арендаторы немедленно покинули квартиру.